Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Совершенно верно, друзья, ну как мы волновались, как мы ждали, особенно Влад Кутузова Теперь он немножко прям вот размяк, на размяк глазки в пол И мне сейчас вообще не совсем хорошо сейчас толкает Ну, ну да Я как бы в середине сижу Хорошо, я привычная твоя женщина И, скажем так, слева от тебя, со стороны сердца Женщина, которая занимает все твои мытью Непривычная Непривычная, да Ну давай, представляй, как положено Друзья, у нас сегодня в гостях спортсменка, диетолог, кандидат в мастера спорта Правильно я же говорю? Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Абсолютная чемпионка мира Европы и России по фитнес-бикини Наталья Луговских Наташа, доброе утро Аплодисменты, Наталья Все-таки пробки преодолены Да И все хорошо И все хорошо А я вот подумала, Наталья, нужно было просто бросить машину, прям бегом к нам Причем нужно было в спортивный ход Да, у меня была такая мысль, но я боялась вас шокировать своим нижним видом потом После пробежки Мы ничего не боимся, потому что мы утром, когда приходим, мы друг друга уже шокируем Я думала, вы тоже бегом сюда набираетесь Бывает, бывает, всяк разно бывает Просто некоторым слишком далеко бежать, знаешь Мы из Дамкады бежим, да Особенно я, они меня все время унижают за это Ну ладно, я хотела спросить У меня вот тут в некой тайной бумажечке есть тайная приписка Кандидат экономических наук Это не ошибка? Это правда? Это так про меня пишут, да? Да, кандидат экономических наук Ну тогда, наверное, правда Ты правда на самом деле? А глаза такие сделала, как будто я сейчас ошибаюсь Слушай, а тогда у меня отсюда вытекает следующий вопрос А как удалось Удается вообще спорт, фитнес и экономику? И зачем это все вообще? Ну как зачем? Умная? Как зачем? Да не, не в этом дело Потому что человек как-то в одну сторону всегда двигается Ну спортом я всегда занималась непрофессионально То есть я не зарабатывала на этом деньги Просто он шел со мной по жизни Всегда с детства Сначала занималась, правда, танцами Потом вот легкой атлетикой, когда поступила в университет И всегда училась на экономиста И свои планы, наверное, на дальнейшую жизнь И какую-то карьеру Я с экономикой связывала И так, собственно, и начала Работала в консалтинговой компании Финансовым аналитиком Пять лет Но никогда не бросала заниматься спортом Финансовым аналитиком Чуть поближе И когда результаты стали расти И я стала сначала чемпионкой России Потом Европы, мира Я поняла, что, наверное, это, ну, может быть, мой путь По крайней мере, на ближайшее время И я ушла, в общем, из офиса Слушай, подожди, а я правильно понимаю Что ты не просто вот для корочки закончила Ты реально шаришь во всем этом То есть ты прям вот если тебя... Сейчас уже не знаю Ну, наверное, да Слушай, какая ты молодец Это вот просто, знаешь, вот бывает человек гуманитарий А бывает человек вот заточенный под математику Ну, хотя спорт Ну, у меня такой вообще математический склад ума Но писать я тоже могу Талантливый в садской стороне Слушай, ну, в любом случае Здесь в этом списке не было одной регалии Которая совершенно есть Ты самый очаровательный экономист в мире Вот, вот Кстати, можешь, да, можешь прям вот на форму Наташа, традиционный вопрос Но нам всегда интересно Нам всегда интересна вот история, предыстория, да Вот быть человек, извините за воскопарные слова Как у тебя началось? Ты со спортом всегда была на ты? Или в какой-то момент просто вот кто-то тебя... Мама, бабушка, говорит, единой Волшебный пендаль, вот этот, да? Нет, всегда была на ты Всегда меня тянуло, наверное Не знаю, это заложено в моих генах У меня папа мастер спорта по легкой атлетике А-а-а Ну, понятно Наверное, и мама, и папа всю жизнь занимались спортом Но просто тоже непрофессионально, параллельно с работой То есть не спортсмены Как профессия То есть, грубо говоря, в воскресенье На его зарядку становись Да-да-да Ну, меня даже не надо было гнать, наверное, никогда Я сама хотела И я помню, что еще в школе хотела очень заниматься легкой атлетикой Но мама меня таскала на танцы Потому что это было ближе к дому Вот так вот Слушай, ну ничего Я занималась танцами, промучилась там 8 лет, по-моему А почему мучилась? Ну, не знаю, как-то мне не очень нравилось Меня, наверное, тянуло больше Тебе хотелось железо тягать? Нет, ну легкая атлетика — это не железо Нет там железо? Бег А, бег Я понимаю, я знаю Когда я начал спрашивать про фитнес, про занятие спортом Это немножечко я хотел уйти, знаешь, в сторону мотивации Потому что есть огромное количество людей, которые придумывают всякие разные причины, чтобы не пойти Да У меня заболело там, здесь, сегодня пропущен, зато завтра в два раза больше И в итоге человек никто не идет Вы тоже так придумываете? Да Я регулярно Мы же не придумываем, мы живем так Ну, у меня бывает такое, да, очень редко, но бывает Вот, наверное, кстати, последняя неделя у меня такая была Потому что осень Просто психологически нужно иногда отдыхать от любого рода деятельности Там, ну как, от работы, когда мы летим, отдыхать куда-то, да Так и от спорта, и от любого хобби, наверное, просто, ну, нужно менять что-то Слушай, так о многом хочется тебя спросить Ну вот прямо забегая вперед, немножечко сумбурно Ты же сейчас вот как-то так на профессиональном уровне мотивируешь других людей То есть ты их собираешь, мотивируешь и говоришь Я зожница, и вы будете, куда вы денетесь Ну, я не знаю, вот ты смотришь, ты как менталист, читаешь человека Почему именно, в чем именно Сейчас В чем причина нехотения ходить на спорт конкретного человека? Ты можешь угадать? Или ты даешь для всех какую-то стандартную программу? Ну, мне кажется, что примерно плюс-минус все одинаково Если человеку позволяет здоровье и нет никаких ограничений, которые могли бы объективно его оправдать То, наверное, это просто обыкновенная лень, жалость к себе, нежелание выйти из зоны комфорта А может, просто не получается у человека, например? Нет, ну, может не получаться, но если человек хочет, он ходит и потихонечку-потихонечку идет дальше Степ-бай-степ, мне кажется, это нормально Мне кажется, если я пошла к Наталье, она меня палкой била А что-то может не получаться? Ну, обычно, да, я так вот хожу к вопросу Сразу беру палку, собственно, что церемонится А ничего никто не жалуется потом у тебя на мастер-класс? Ну, то есть это бывает жесткий человек? Нет, сначала, наверное, жалуются, а потом благодарят меня за... А знаешь, как бывает? Вот ты иногда приходишь из фитнеса, там синяки какие-то в ногах А это антицеллюлитный массаж, поэтому прям лупи и поляшка, мы нормально Да, вроде того Вот, и Влад потерял эту речь Нет, я просто подумал о том, что ты же абсолютный чемпионок, о чем мы говорили уже в Европе, мира и России Да, сначала было что? То есть это какая-то лестница? Сначала была Россия у тебя, наверное? Отбор, да, этап какой-то Ну, вообще, это как и в любом спорте, да, нужно сначала пройти отбор на местных турнирах, там чемпионат Москвы, потом России и отобраться в составе сборной команды на Европу и мир В чем заключается кастинг? Да, и насколько сложной конкуренция была? Конкуренция очень высокая, в России высокий уровень развития этого спорта, и в том числе моей категории фитнес-бикини Это одна из таких самых легких, скажем, категорий в бодибилдинге, где не должно быть там слишком много мышц, объемов Но девушка должна быть спортивной, подтянутой, и самое главное в этом виде спорта, самый главный критерий – это пропорции Длина ног и туловища соотношения, и, ну, так скажем, горизонтальные пропорции талия, бедра и спина Должны быть такие песочные часы Вот это хорошая тема пошла, мне очень нравится Давайте мы сделаем перерыв небольшой, друзья, да Наталья Луговских у нас здесь в гостях, скоро продолжим, будьте здесь Утро страны На телерадиоканале «Страна.Эфм» А вот сейчас захотелось как-то очень нежно-нежно и безнадежно обнять Влада Кутузова Погладьте его по голове, потому что он тут жаловался Он жаловался, как он хочет быть мускулистым, стройным Избавиться от животных Мы, кстати, не, мы закончили по другой теме Мы же красиво закончили, ушли на перерыв Вот это вот размер груди, талии Переводят разговоры Фитнес-бикини, вот это все Пропорции, да Ну вот пропорции, их как-то можно подкачать? Или это вот просто то, что дано тебе от природы? Потому что, ну, как ты станешь песочными часами, но если где-то выросло, а где-то, ну, не выросло Ну, что делать? Нет, можно, но там еще прибегают к различным Хитростям Хитростям, да, в купальнике Носки? Это что касается, да Что, серьезно? В верхней части Серьезно? Ну да, как быть Ну, тем более, что спортсменки на сушке, они теряют жировую прослойку, да И всем известно, что грудь как раз она состоит из жира Ты нас прости, но мы просто смотрим и думаем, нормально, все, ты молодец Да, я сейчас не на сушке Вот А вообще пропорции, да, конечно, можно поменять И в основном бедра, ноги, это все можно подкачать, спину Тем самым визуально уменьшить талию Наташа, ну скажи, все равно, чтобы больших и лучших результатов достигать Ну, как ни крути, как бы не хотелось обратно, достигают люди, которые изначально генетически уже сами по себе статные и красивые Ну, им же проще, да, все это сделать? Да, но бывает такое, что генетически одаренные люди, избалованные природой, не слишком-то сильно стремятся и не слишком замотивированы И порой их, ну, может обогнать в этом спорте человек, который, казалось бы, никогда не был одарен какими-то пропорциями, но вложился по полной и может занять место выше Ну, это из серии терпение и труд, супер и труд, ну это понятно, да, это обычная история Слушай, ну вот ты мне скажи, вот, допустим, чем отличается конкурс Мисс Бикини в России и Мисс Бикини в мире? Потому что, ну, все равно есть какая-то вот особенность, да, то есть вот наши девчонки, они вот такие, а там девчонки такие, у них другая методика преподавания, допустим, да Ощутила ты какую-то разницу, что прям выходишь и все иначе? Ну, у нас, на самом деле, самые такие сильные, скажем, спортсменки в этом виде спорта Есть женщины в русских селениях Потому что красивые, да, я забыла сказать, что один из критериев фитнес-бикини является еще красота и эстетика Ну, это такой субъективный достаточно критерий, да, то есть там выбирают еще и по внешнему виду просто То есть конкурс красоты, грубо говоря? Ну, не совсем конкурс красоты, то есть если у тебя нет пропорции определенной мышечной массы и качества, конечно, там какая бы ты красивая не была, ты не выиграешь Но при прочих равных, если, ну, две стоят спортсменки с хорошо проработанными мышцами и пропорционально примерно одинаковые, то Выберут ту, которая хорошенькая Хорошенькая, да, и еще очень важна энергетика на сцене То есть есть такой еще элемент игры, ну, как ты себя представляешь, преподносишь Смотри, как интересно, да, просто вот к нам приходил Месяц России, прости, что я тебя перебила, и она рассказывала, что им там приходилось долго репетировать, дефилировать, там они по шагам считали, приходилось в караоке выступать А над вами-то как издевались? Расскажи Ну, у нас тоже есть дефиле на сцене, мы там не считаем шаги, мы просто идем от точки до точки, возвращаемся, потом можем вернуться, например, и уйти в линию Нас сравнивают между собой, ставят пять человек в линию и поворачивают по кругу, сравнивают с четырех сторон И фотографируют все это, потому что мы когда вот изучали материал, да, очень хорошие стороны, молодец Потом могут еще раз сравнивать, в общем, вот так вот, ну, у нас сравнение, это самое основное Наташа, я хочу тебе задать вопрос, как профессионалу, естественно, многих он волнует, ну, не будем показывать пальцем, конечно Спасибо Если убиваться в спортивном зале, ну, прям вот по графику с тренером, да, но не соблюдать диету Да Реально что-нибудь добиться? Мы очень любим поедать просто К сожалению, нереально Ну, точно так Потому что питание, диета, ну, не будем говорить диета, зачем такое страшное Правильное питание, окей, так правильно, да, все звучит? Правильное питание Правильное питание, это, ну, процентов 70, в некоторых случаях и больше успеха Потому что, ну, должен быть дефицит калорийности Вот, если ты очень-очень много занимаешься и тратишь энергии, но потребляешь ее больше, то, само собой, ты будешь увеличиваться Слушай, слушай, ну, сейчас, Лера, извини, пожалуйста, но это совсем индивидуальная штука, или все-таки вот эти правила, ну, там, да, вообще известные, там, есть каждые три часа Вареную курицу Вот по столько, по чуть-чуть, по 200 граммов, и все будет нормально, и ничего нигде не вылезет у тебя Ну, нет, да, очень индивидуально Там не есть после шести или после семей? Нет, после шести можно есть, особенно если ты ложишься после, там, двенадцати Так, креветочки можно запасить Сейчас уже мне радостно стало, уже хорошо Да, 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 конечно Можно есть и три, и пять, и шесть раз в день Самое главное – это дефицит калорий Ну, конечно, там, меньше трех раз есть плохо Слушай, ну, ты говоришь, ты с детства занимаешься спортом Это значит, ты в детстве еще познала вот этот вот калорийный дзен, когда тебе говорят, будешь мороженое? А ты говоришь, ах, нет, оставьте, я яблочко пою Нет, нет, не познала Это я познала только, когда начала заниматься вот этим видом спорта Потому что, ну, в детстве, в юношестве метаболизм был хороший всегда И тем более все равно так или иначе занималась спортом Поэтому я не помню вообще, чтобы я в чем-то себя ограничила Никогда не сидела на диетах Ела себе все подряд, но просто вела достаточно активный образ жизни И много тренировалась, не помню, еще там, в волейбол играла, как-то бегала И в тренажерный зал ходила, ну, в общем, так А потом, когда я занималась легкой атлетикой, у нас были очень-очень интенсивные нагрузки Поэтому сгорало вообще все съеденное И тоже я тогда даже не задумывалась над тем, что я ем Могла приехать после тренировки и работы домой И там какую-нибудь картошку с котлетами И торт Торт, конечно, редко, но, в общем, я не ограничивала себя в питании Ну и выглядела немножко по-другому Я, конечно, не была там толстой никогда Но все равно качество, качество тела, оно было немного другое Качество тела, какое тело интересное Вот, а потом, когда уже занялась именно этим видом спорта Тут я поняла, что диета, это, хорошо, не будем говорить диета Питание самое главное Поэтому, да, уже пришлось разобраться и ограничивать себя И отказываться А я привыкла через где-то год Кстати, вот по поводу питания Ведь не просто вот простое питание, да, там, котлеты, креветки и так далее Есть же еще спортивное питание специальное И об этом я предлагаю поговорить уже в нашем следующем выходе Потому что совсем скоро состоится очень важное событие Да, друзья, будьте здесь у нас в гостях Наталья Луговских Скоро очень протошь Утро страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» «Страна-ФМ», телерадиоканал «Страна-ФМ» Мы сейчас остановились на интересном месте О том, что вот бывает вот полезное всякое разное питание, да Но иногда его недостаточно Потому что, ну, сколько же нужно, я не знаю Съесть этих несчастных куриных грудок Сколько же нужно вот этих белков-то в себя запихнуть Чтобы мышцы выросли Никак же Да не так много, в принципе Не так много А тогда вот просто какая функция у спортивного питания Почему нельзя просто в себя запихивать вот эти куриные грудки Можно, но спортивное питание помогает, конечно, наверное Людям, которые активно занимаются спортом И хотят каких-то прям результатов добиться, да В короткие сроки? И в короткие сроки И просто какой-то цель имеют, я не знаю, набор мышечной массы, например Или поддержание качества, рельефности тела Ну, то есть это больше профессиональная история, да? Да, это, наверное, больше профессиональная история Хотя, ну, это помогает, так скажем Если начинаешь заниматься спортом То спортивное питание помогает восстановлению еще Помимо белка Да, ну, если мы говорим о белке, то это протеин в основном Быстро усваиваемый А что там еще есть в спортивном питании? Да, а есть на самом деле очень много всего Аминокислоты всякие, да? Это комплекс незаменимых аминокислот, которые как раз из которых состоят наши мышцы Строительным материалом являются Это все о том, если ты хочешь там нарастить какую-то мышечную массу Или укрепить мышцы Но есть еще спортивные добавки, которые помогают развить силу Там, креатин, например Есть добавки, которые помогают сжигать жир Ну, это очень хорошие добавки Ускоряют этот процесс, да Например, элькарнитин или какие-то жиросжигатели Которые, ну, не всем, наверное, подходят Потому что они нервную систему немного раскручивают Ой, мне не подходит, я и так нервная Да Мне тоже не подойдет, я боюсь Ну, в принципе, они примерно похожи на кофе То есть по своему действию Я знаю, что хотела спросить Вот ты сейчас сказала, что кому-то не подходит элькарнитин, кому-то еще что-то То есть получается, нельзя начитавшись в интернете, да? И взять просто и закупить себе четыре банки И начать из них жевать методично Потому что результат непредсказуем То есть в любом случае надо глубоко вникать в тему И понимать, что все истории со спортивным питанием, они индивидуальны Да, да, конечно И лучше всего сдать анализ крови И по которому будет понятно, чего не хватает в вашем организме Возможно, всего хватает того же белка, допустим Или всего не хватает Или всего не хватает Бывает же такое тоже Ну, бады, а это, в принципе, нормальная такая история Так же, как и спортивное питание Ничего в этом плохого нет Но, опять же, если с умом и с чувством меры к этому, ко всему подходить Это даже полезно Наташа, ну скажи, пожалуйста С 9 по 11 ноября, да, в Сокольниках будет проходить Какой уже по счету? Шестой международный фестиваль спорта и здорового образа жизни СНПРОЭКСПОФОРУМ 2018 Ты там будешь принимать участие? Да Как все это? Ты и ты что там будешь делать? Там очень много людей будет принимать участие Звезд нашего вида спорта Вообще спортсменов Звезд шоу-бизнеса Это самая большая выставка в России Посвященная, ну не только спортивному питанию Наверное, в целом теме спорта И здорового образа жизни И здорового образа жизни, да Она будет проходить 3 дня в Сокольниках На самом деле мероприятие очень интересное и классное Там не только будут стенды со спортивным питанием, которые вы можете попробовать Но каждый производитель спортивного питания, который выставляется на СНПРО Будет пытаться перебороть стенд, стоящий рядом и так далее То есть это же все конкуренты там собираются И они устраивают каждый на своем стенде какое-то шоу Там бывают подарки, конкурсы Конкуренция здоровая, потому что питание здоровое Слушайте, ну здорово, если подарки и конкурсы, мне кажется, это просто мега круто Ну и кроме того, это некая образовательная программа Потому что человек, который ничего не знает о спорт пить Он туда придет и прям послушает мини-лекцию И будет знать, что, допустим, нужно сдать анализ крови И если у него там чего-то не хватает, то можно употребить вот это Да, будут в рамках выставки проводиться и семинары Очень известных, популярных людей из этого спорта Профессионалов, которых можно послушать Можно будет все попробовать Также в рамках выставки будут проводиться соревнования По, не знаю, более, наверное, 50 видам спорта Связанным вот не только с бодибилдингом Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, ММА И различные тоже другие бои В общем, там очень-очень много всего будет Всяких активностей, движения Ну, для каждого найдется что-то интересное Я просто немножко ушами прохлопала Ты мне скажи, ты-то будешь там как-то соревноваться Ты будешь в бикини ходить? Нет Я буду стоять на стенде И будет автограф-сессия, общение с посетителями выставки Буду представлять своего спонсора Скажи, а у тебя вот такой костяк твоих фанатов сформирован? Придут прям люди, которые прям будут там Да-да, придут Мужички в основном? Нет, девушки тоже Ну, пополам, наверное, как-то так Наташа, я хотела сейчас немного, у нас еще время есть пока Хотела уйти немножко в твою личную историю Ты действительно потрясающе выглядишь Спасибо Сколько, как строится твоя неделя, вот как спортсменки? Сколько ты тратишь на тренировки в неделю? Ну, вот просто по дням распиши, понедельник, вторник и так далее Ну, это зависит от периода, если я готовлюсь Ну, в таком, в нормальном, спокойном режиме Ну, 4-5 раз в неделю Сейчас я даже меньше на это время трачу Я немножко перераспределила там сторону работы А вообще, когда я готовлюсь к соревнованиям 5-6-6 дней в неделю Это поскольку по часу, полтора? Час? Да нет, побольше Больше даже? По два часа, да Ой, ну слушай, ты практически не вылезаешь Да, иногда два раза в день Там, сначала кардио утреннее Потом днем или вечером тренировка силовая Тоже кардио Ну, в общем, очень много времени отнимается Слушай, скажи, пожалуйста, а ты сама готовишь вот эту вот зожженую еду? Или ты как вот, ты справляешься? Время-то когда у тебя остается? Да, готовлю Либо даже если я ем где-то в ресторане, в кафе Я стараюсь выбирать из меню что-то, что мне подходит Или прошу там специально, чтобы мне не жарили Или в гриль не добавляли масла Ну, можно избежать различных там нездоровых Кстати, вот на SNPRO там будет еще целый фудкорт со здоровой едой Слушай, у нас огромное количество вопросов, а времени уже не осталось КМС Балек и Атлетики Абсолют Чемпионок мира Европы России по фитнесу Бикини Наталья Луговская была рядом с нами Наташа, спасибо большое, что пришла, будем ждать И на выставке еще увидимся, я думаю Спасибо большое, приходите До свидания Пока Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ